Здравствуйте, дорогие зрители! Программы «Голос минувшего». Прежде чем продолжать рассказ о Васильеве, о Николае Георгиевиче, о его деятельности в Азове с 1956 года, когда он после окончания Академии оборонной промышленности прибыл возглавить завод номер 318, я должен пояснить, для чего появился у нас этот завод. И какие трудности в его становлении пришлось преодолевать. Используя массу выявленных мною сведений, попробую говорить сжато о главном. Надеюсь, что это у меня получится. Хотя иногда позволю себе углубляться в другие сопутствующие темы. Итак, 17 сентября 1939 года постановлением правительства СССР и Комитета обороны о строительстве завода по снаряжению миннотрального имущества в Азове было положено начало заводу номер 318. В те 30-е годы прошлого столетия, готовясь к возможной войне с Германией, наша страна усиленно наращивала мощности оборонной промышленности. На плане 1939 года, как видим, Азов представлял из себя небольшой городок. Фактически с 1913 года планировка и размеры его территории не менялись. Лишь только осенью 1939 года начались перемены планировки южной окраины города. После выбора в открытой степи двух участков, связанных со строительством будущего завода номер 318, один из участков был отведен за Когольницким переездом между железной дорогой и аэродромом для возведения поселка строителям завода. Другой участок был выбран и отведен под застройку производственной площадки завода номер 318 с подземным хранилищем взрывчатых веществ на допустимом расстоянии вдали от жилых кварталов города рядом с дорогой в селе Павловку. Впервые заводом номер 318 я заинтересовался в 1980 году, работая главным архитектором города. В то время со мной еще трудился бывший главный архитектор города Константин Дмитриевич Староженко, который начинал свою деятельность в Азове в 1933 году техником-геодезистом. Вот в 1939 году он занимался оформлением отвода земельного участка под строительство завода номер 318. Константин Дмитриевич мне рассказал некоторые подробности начала строительства завода в Азове, который в документах официально носил длинное название «Государственный, союзный, снаряжательный, химического профиля завод номер 318 наркомата боеприпасов». То есть связанный, проще сказать, с начинкой мин и артиллерийских снарядов. Боевыми снарядами. Как вспоминал Константин Дмитриевич, Азовчане, упоминая этот завод, чтобы не сломать язык, называли его просто патронным заводом. Также он сообщил мне, что завод начали строить, но достроить его не получилось из-за начавшейся войны. Все, что успели возвести на промышленной площадке будущего завода, в период немецкой оккупации и после было заброшено. Хотя остатки двух или трех недостроенных зданий были переданы Азовскому винцеху и приспособлены под склады. Рассматривая этот фотоснимок 1941 года, выполненный с самолета, можно увидеть, что на основной строительной площадке будущего завода возведены каркасы производственных цехов, стены трех административных зданий завода, заложены фундаменты еще шести зданий. Как вспоминал назначенный в 1941 году с неясной автобиографией начальник строительства Николай Алексеевич Гожалов, на площадке строящегося завода и поселка завода были заняты 300 строителей и два строительных батальона. Заказчик, директор завода Алексей Владимирович Списивцев затянул с подготовкой проектной документации, что срывало планы строительства завода, жаловался Гожаю. Хотя к площадке была уже подведена железнодорожная ветка, проложены подземные сети коммуникаций. Планировалось к ноябрю 1941 года уже завершить первую очередь строительство завода номер 318 и начать выпуск снарядов и мин. Но не успели. Война грянула на пять месяцев раньше. Арофотосъемка 1941 года отражает сверху место возводимого поселка, где уже выстроены несколько жилых бараков, клуб, баня, столовая. Здесь же справа виднеется двухэтажное здание авиашколы, в которой позже разместилось административное здание, точнее завода управления. Для ведущих специалистов завода и их семей в 1939-1940 году были построены два жилых многоквартирных дома в конце проспекта Карла Маркса, которые теперь еще продолжают на девятом десятке лет существования служить и современным жильцам. Сводки с фронта войны, обретавшей стремительное развитие, были неутешительными. 17 октября 1941 года подразделения немецкой армии захватили соседний с нами город Таганрог. Враг находился от Азова уже в 35 километрах по прямой. Вокруг незавершенного строительства завода номер 318 быстро соорудили противотанковый ров. И на этом работы на промышленной площадке были остановлены. Часть строительных материалов была отправлена для возведения оборонительных сооружений, а также строительства командного пункта в подвале, снесенной Успенской церкви. Коль я упомянул противотанковый ров, позволю себе вклиниться в основную тему передачи небольшим описанием его сооружения вокруг Азова в фантастических объемах выполненных земляных работ, так как в исторической памяти о городе военного периода этот один из потрясающих его эпизодов заметно уже угасает. Что представлял из себя противотанковый ров? Вид и размер его показаны на данном рисунке. Где-то в конце сентября 1941 года на восточной окраине города от Калантайского моста и дальше по улице Оборонной к кирпичному заводу начали лопатами копать подобный противотанковый ров. Другого способа рыть землю тогда в Азове, видимо, не было. Это теперь при необходимости можно без особых усилий землеройными машинами быстро отрыть любую траншею. Тогда же противотанковый ров длиной 12 километров обозначенный на этом плане красной линией Азовчане и сельские жители рыли вручную в течение полугода. Для создания фортификационных сооружений подобного рода требовалась предельная самоотдача и колоссальное напряжение человеческих сил. Завершилось великое народное рытье Азовской земли лишь к весне 1942 года. Всматриваясь, спокойные молодые лица на этом снимке 1942 года кажется, что это благополучное, мирное время, хотя враг уже на пороге и постоянно бомбит город. А они еще так молоды, им ведь хочется интересно выглядеть, позировать, не думая о тяжестях военного времени, выпавших на их долю. Молодость есть молодость, которой все ни по чем. Среди позирующих моя мама сидит крайняя слева. Она вспоминала и делилась со мной об этих тяжелых испытаниях ее молодости военного лихолетия, в том числе о противотанковом рве. Ежедневно с осени 1941 года по май 1942 года рассказывала она, нас сельскую молодежь отправляли на выкапывание этого проклятого рва, рыли в холод, слякоть по 10 часов до кровавых мозолей. Мое любопытство не уставало тогда меня волновать, пытаясь уяснить, сколько же земли ее с верстницами было выкопано лопатами за полгода вокруг города и поднята на двухметровую высоту. Этими 16-летними девушками из села Пешково и многим, многими такими же девушками из разных школ, училищ, предприятий, а также людьми постарше из числа жителей Азова и сел Азовского района. Несложные расчеты показали, что земли было выкопано 180 тысяч кубометров или 326 тысяч тонн. Для наглядной ясности, если из этой земли насыпать правильную пирамиду и сравнить, допустим, с известными нам мировыми высотными символами человеческого труда, то это будет выглядеть так. Более понятно станет, если сравнить эту массу земли с родным нам символом, первым девятиэтажным жилым домом, который построен на центральной площади Азова. Хочу напомнить, что Азовская земля веками не знала покоя. Ее немеренно религино эсцы венецианцы, турки и казаки, солдаты армии Петра I, фельмаршала Ласси и другие желающие владеть Азовом. Обороняясь или наступая, насыпали земляные волы, копали рвы, как кроты или подземные ходы и до сих пор копают. Только теперь археологи, строители и прочие землекопы. Так что все перекопано. Живого места на Азовском земле уже не сыщешь. А как же послужил в защите города тот противотанк ров 1942 года и нужен ли он был? После захвата 24 июля 1942 года немецкими войсками Ростова-на-Дону танки противника продолжили наступление и ушли на юг в другом направлении от Азова, минуя его. Отрытый неимоверными усилиями противотанковый ров оказался бесполезным в надежде держать врага. 28 июля 1942 года пехотные и мото-механизированные части противника перешли по пересыпанному у Красногора в Керву и заняли Азов, не встречая особого сопротивления, так как красноармейские части отстреливаясь и опасаясь быстрого окружения спешно покинули город. В ночь на 7 февраля 1943 года подразделения Красной Армии с боями вернулись освободить Азов. Нехорошую, даже драматичную роль для наступавших красноармейцев тогда сыграл этот противотанковый ров. Немецкие оккупанты оказывая сопротивление понятно, что использовали наше оборонительное сооружение, в том числе противотанковый ромф перед железнодорожным вокзалом. Много наших воинов полегло тогда на подступах к городу в районе Красногоровки кирпичного завода железнодорожного вокзала. После изгнания немецких оккупантов погибших погибших красноармейцев в боях при освобождении Азова, а также умерших в госпитале, размещенных в школе номер один, похоронили в братской могиле, на которой теперь возведен мемориал. Война, говорят, все спишет. Но много непростительных ошибок с нашей стороны в ней совершалось. Противотанковый ров после освобождения Азова, оказавшись ночным пристанищем грабителей и превратившись в тягость для жителей, вынуждены были теперь общими усилиями засыпать. И долго еще приходилось с опаской преодолевать этот ров, направляясь к вокзалу, на поезд или обратно в город. Сколько приходилось трудиться и страдать в этой бестолковщине. Что ж, страдать, терпеть и смиряться, мечтая о светлом будущем, это обычно для русского человека. И страдали. Так же, как страдала и смиряясь, раздумывала Соня из пьесы Чехова «Дядя Ваня». Что же делать? Надо жить. Мы будем жить, убеждала она дядю Ваню, так же страдавшего в безысходности. Проживем длинный-длинный ряд дней долгих вечеров, будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба. Будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя. И когда наступит наш час, мы покорно умрем, и там за гробом мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и Бог жалится над нами. И мы увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную. Мы обрадуемся, и на теперешнем уме наши несчастья глянемся с умилением и с улыбкой. И отдохнем. Мы отдохнем. те, которые будут жить через сто лет, двести лет после нас, говорил Антон Павлович Чехов, и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно. Те, быть может, найдут средства, как быть счастливыми. Чувствую, что я уже далеко ушел от главной темы, и затянув зрителя в дебри поучительного прошлого. Но вернусь к заводу номер 318, ибо зритель ожидает узнать, что же с ним стало дальше. А вот что. В период оккупации большую часть его построек порушили, раскурочили мародеры, разрабили те стяжатели, о которых говорят, кому война, а кому мать родна. После освобождения Азова оставшиеся и припрятанные начальником строительные материалы, начальником строительства Гажаевым, как он пишет в своих воспоминаниях, эти материалы были по требованию райисполкома и райкома партии направлены на восстановление пострадавших от немецких бомбежек зданий, педучилища, райисполкома, судоверхи, хлебозавода, школы номер два, кинотеатры, жилых домов, почты и прочих объектов. Спустя время остатки зданий завода, как упоминалось ранее, были переданы для организации предприятия Азовский винцех. Казалось бы, все. на заводе номер 318 можно поставить точку. Но о заводе спустя полгода после освобождения Азова там, вверхах, вспомнили, Саннарком, СССР, ИЦК, ВКПБ в августе 1943 года было принято постановление о неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации. В перечень предприятий, подлежащих восстановлению, был включен и Азовский завод номер 318, ориентированный теперь на выпуск снарядов М-13 для Катюш, с перспективой на выпуск снарядов с двухкамерными ракетными двигателями М-13 то есть с двухкамерным ракетным двигателем М-13 ДД. Не все, конечно, знали, что в Азове тогда замышлялось, тем более этого тогда так и не случилось. Народный комиссар боеприпасов СССР Борис Львович Ванников 24 ноября 1944 года подписал этот приказ на достройку завода. Готовившие приказ на подпись, видимо, были неосведомлены в том, что от завода осталось одно название и строить его нужно теперь заново. Умудреный опытом нарком обороны зачеркнул красным карандашом нереальный пункт о производстве 50 тысяч снарядов в месяц для Катюш на заводе с пока неизвестными его возможностями. Решение было, решено было восстанавливать завод на площадке, где не достроили поселок строителей, вокруг которого еще не зарыты были окопы. Здесь остались несколько бараков, здание столовой и клуба, а также двухэтажное административное здание. Разжалованный и отстраненный в 1944 году решением Политбюро ЦК ВКПБ от должности первого секретаря Красноярского Крайкома партии Иван Григорьевич Голубев был назначен директором существующего на бумаге завода номер 318. Униженный, переживая депрессии, он в апреле 1945 года прибыл в измученной войной Азов занять новую должность. До его прихода уже с декабря 1944 года организации заводских служб занимался Юрий Иванович Резниченко, ставший вскоре главным инженером завода. Так, на этом мне нужно расстаться с вами. Кажется, мое время закончилось. Да. Расстаться с вами, уважаемые зрители, до следующей передачи, в которой будет продолжен рассказ об истории завода номер 318. Всего вам хорошего, берегите себя, зима наступает. субтитры создавал DimaTorzok, 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 субтитры создавал DimaTorzok,